Функция среднего риска Чтобы сохранить нумерацию Обычно С12 много больше, чем С21 То есть пропуск цели, вот ошибка связанная с ним Вес имеет больше Ну и далее Можно записать Если взять Учесть Вознаграждение за правильное решение То целиком Можно будет записать вот таким образом Вот обратите внимание на пределы интегрирования Значит я здесь 2 Ну и вот сюда еще Напишу С12 На П2 На интеграл От минус бесконечности До Х0 Ф от Х и Д2 Условную плотность вероятности И плюс И плюс С20 21 На П1 На интеграл От Х0 До бесконечности Ф от Х0 Д1 На Д1 На ДХ Вот 4 слагаемые Я говорю что можно Вознаграждение Вознаграждение А здесь не то Получается С11 Значит С21 Так Здесь С12 А здесь С22 Да Это правильное решение То есть все определяется Интеграл Вероятность Значит вот Берется как интеграл От функции Условной плотности Распределения Но в соответствующих пределах Вот Теперь если взять Конечное выражение Для функции Среднего риска То Надо признать Что нам Для отыскания Минимума Должно быть Равно 0 А если Минимум Д2 Р По ДХ0 Квадратик Должно быть Больше 0 Ну Проблема Взять производные По видему Не существует Отсюда Можно Найти И получить Выражение Вот такое Должно быть Должно быть Вот такое Выражение Конечно Этим выражением Можем Пользоваться Корректно Если Функция Распределения Одномодальная Что Не существует Локальных Максимум Функций Плотности Распределения Вот тогда Получим Вот такое Выражение Вот Можно Говорить О том Что Действительно Здесь Это будет Минимум Почему Ну Вот Эта величина Больше Нуля Правда Больше Нуля А вот Эта величина Она Меньше Нуля Потому Что Посмотрите Вот Эта функция Убывающая В области Между Х1 Средняя И Х2 Средняя А это Наоборот Возрастающая Да Вот Значит Соответственно Условия Экстремума Будет Соответствовать Минимум Среднего Риска Минимум Среднего Риска Таким Образом Получается Что Если Мы Должны Х Меньше Х0 То Объект Характеризующийся Этим Этим Набором Параметров Не обязательно Одного Принадлежит Классу Д1 А если Х Больше Х0 То объект Характеризующийся Набором Допустим Параметра В общем случае Принадлежит Классу Д2 То есть Существует Вот это Отношение Которое Можно Ну допустим Любой Буквы Обозначить Вот Критическое Значение Это Значение Зависит От Весов Которые Придаются Допустим Ошибкам 12 С21 Я говорю С22 И С11 То есть Вознаграждение За Правильный Прогноз Часто И Не Учитывается Вот Таким образом Если это Взять То Формулы Относительно Простые При заданном Конечно Законе Распределения Одномодальный Но чаще всего Нормальный Закон Распределения Здесь Принимается Вот Вот Таким образом Можно Говорить О Прогнозировании Задачи Классификации По одному Мы рассмотрели Параметры Но это Необязательно Которые Дают Возможность Определить Значение Параметра Которое Определяет Минимальный Риск Ошибок Как первого Так и второго Рода Но вообще Говоря Частным Случаем Это Значение Х0 Может быть Такое Что эти Функции Соответствуют Точке Пересечения Ну так Назваемое Здесь Это Значение Отношение Функции Плотности Распределения Будет Равно Единице Ну это Частность Ночи Редактор субтитров